Опять же повторим, какие плюсы. Герметичный корпус можно ставить в любое положение, хоть боком, хоть низом, хоть как хотите. Имеет большее число цикличности, то есть более долговечные. Имеет технологию Carbon Boost, то есть могут работать в системе Start-Stop. И могут разряжаться немножко ниже, чем обычные наливные аккумуляторы, до 20% ниже. Они очень редко закорачиваются и самое главное, их можно применять в закрытых помещениях, потому что у них большая рекуперация газов. Они не выделяют кислоту, водород и кислород на улицу. Это их главное преимущество. А теперь о недостатках, потому что часто мне пишут в видео, ты почему-то не любишь IGM аккумуляторные батареи, а я их действительно не очень-то и люблю. Рассказываю почему. Давайте-ка вспомним, что у нас было до IGM батарей, до того, как они появились. У нас же тоже были мотоциклисты, у нас тоже были водоплавающие. Так вот, до IGM батарей у нас были елевые батареи. Они сейчас, в принципе, на мотоциклах используются, но уже реже, чем IGM. И вот эти елеаккумуляторные батареи, это было настолько ущербное детище, что от него с появлением IGM батарей очень быстренько отказались. И вот эти IGM батареи, они довольно долго доминировали, но они тоже были настолько ущербные, что их поменяли на ЕФБ. На системе Start-Stop их поменяли на ЕФБ, и на сегодняшний день ЕФБ это передовая технология, как считается, но на самом деле она тоже древняя, как мамонты. Так вот, почему IGM батареи не сильно-то прижились на системах Start-Stop, и их не только я недолюбливаю, но и многие автолюбители. Так вот, какая их самая главная проблема, как ни странно, это то, что они необслуживаемые, и в них нельзя долить воду. И это действительно проблема, потому что IGM аккумуляторы, если вдруг неправильный заряд, а они очень сильно чувствительны к перезаряду, если напряжение заряда чуть-чуть больше, чем им надо, они тут же начинают выделять водород и кислород, вот рекуперация не успевает происходить, все это через клапан вылетает наружу, а когда IGM аккумуляторная батарея теряет воду, это для нее катастрофа. Во-первых, долить нельзя, не разломав ее, потому что она же неразборная, а во-вторых, она греется, притом она греется сама по себе. Это такая технология, которая греется, потому что мы знаем, что при разряде и при заряде выделяется тепло, и если аккумулятор у вас с жидким электролитом, он там плещется, то этот жидкий электролит омывает пластины, забирает от них тепло и передает на стенки аккумулятора. И таким способом происходит водяное охлаждение, так скажем, ну жидкостное. В IGM аккумуляторах жидкостного электролита нет, он вернее жидкий, но пропитанный в маты. И вот этот жидкий электролит, которого меньше по объему залито, чем в наливной аккумуляторной батареи, соответственно, забирает тепло от пластин хуже и не передает, вернее, передает намного хуже на стенки аккумулятора. Таким способом IGM аккумулятор хуже охлаждается. От пластин отводится тепло намного хуже. Такие аккумуляторы склонны к перегреву. А что у нас происходит, когда аккумулятор перегрет? У нас увеличивается электролиз. Да, сульфат легче растворяется, но при этом и электролиз тоже увеличивается, то есть теряются газы. И как только у вас напряжение заряда чуть-чуть выше, чем надо аккумулятору, у вас тут же начинаются проблемы с этим аккумулятором. При этом сразу вы этого не увидите. Увидите позже, когда уже воды не станет, и он наглухо засульфатируется. И вот это еще одна вторая проблема. Кроме того, что они очень сильно перегреваются и очень чувствительны к напряжению зарядом, они склонны к сульфатированию. Почему? Потому что в стекломаты залит электролит повышенной плотности. Емкость электролита меньше, а плотность его выше. А что происходит, когда электролит плотность имеет выше? Он, соответственно, быстрее сульфатирует пластины аккумулятора. Чем выше плотность электролита, тем быстрее происходит сульфатация. И вот эти аккумуляторы, несмотря на то, что тут есть технология Carboost, склонны к сульфатации. И очень большой недостаток этих аккумуляторов, что они теряют свою емкость быстрее, чем наливные, даже если они просто стоят и не используются. Вот они просто стоят у вас на хранении. Вот, допустим, у меня мотоциклетный аккумулятор. Сейчас уже не сезон. Он у меня просто стоит. И вот он, скотина, будет терять свою емкость, потому что будет происходить сульфатация. И мне придется бороться с этой сульфатацией. Да, хорошо, что тут есть Carboost, но тем не менее, его придется время от времени подзаряжать, иначе эта гадость полностью засульфатируется. И там уже тогда не поможет ни Carboost, ничего. Кстати, от этого страдают и аккумуляторы УПСОВ. Во-первых, в УПСах они очень сильно греются, очень сильно теряют воду. Как только они потеряли воду, мало того, что там электролит повышенной плотности, потеряли воду, электролит стал еще больше повышенной плотности, и они резко засульфатировались и перестали работать. Это проблема УПСОВ. Точно такая же проблема и в автомобильных аккумуляторах, и мотоциклетных, но немножко меньше, чем у УПСОВ. У УПСОВ это вообще большущая проблема. Это их трагедия, этих батарей. Еще один минус. Ну, нельзя сказать, что он сильно большой, но тем не менее, такое и есть. Эти батареи, если вы заводитесь на морозах, то есть при низкой температуре, хотя реклама, как я уже рассказывал, пишет, что эти батареи работают до минус 30 на морозе, лучше, чем наливные. Но, как я вам сказал, это уже маркетинг. На самом деле, эти аккумуляторы на морозе, если поставить IGM аккумулятор и наливной аккумулятор, завести один и тот же автомобиль, один и тот же стартер, то просадка напряжения в IGM аккумуляторе будет больше, чем в наливном. Почему? Потому что хуже диффузия электролита внутри банок. Если в жидком электролите диффузия происходит очень быстро, потому что возле пластин, соответственно, плотность электролита стала меньше, потому что кислота расходовалась на реакции сульфатации. И тут же эта водичка, которая образовалась возле пластин, перемешалась с жидким электролитом. Все чудесно. То так как тут электролит пропитан в маты и находится в связанном состоянии, то все это дело, диффузия, происходит медленнее. Поэтому просадка по напряжению у IGM аккумуляторов больше. А значит, при тех же условиях, чтобы просадка была та же, вам придется применять IGM аккумуляторы в большей емкости, чем если бы у вас стоял наливной аккумулятор. Это если вы работаете на морозе. И еще одно. Вот эти аккумуляторы очень сильно боятся длительного хранения в разряженном состоянии. Это для них приговор, это для них смерть, это все. Опять же, связано с тем, что здесь залит электролит повышенной плотности. И они теряют емкость больше, чем наливные аккумуляторы. Поэтому IGM аккумуляторы это как малые дети. Они и наливные аккумуляторы как дети, поэтому вы и ходите на этот канал. Но IGM аккумуляторы это вообще дети-дети ясельной группы. И когда ставите аккумулятор на хранение, особенно касается мотоциклетных аккумуляторов, то за ними надо глаз до глаз. Их обязательно нужно зарядить. Их нельзя ставить на хранение в недозаряженном состоянии. Я вот сегодня снял свой аккумулятор с мотоцикла. Сейчас посмотрим, что он имеет на сегодняшний день. Подключим наш чудо-прибор к аккумулятору уже 4 года. Посмотрим, в каком он у нас состоянии. Это у нас, соответственно, IGM аккумулятор. Не в ту сторону. Ставим ему настройку IGM. Он у нас по стандарту EN. Должен соответствовать пусковым токам. 120 Ампер есть. И посмотрим, что он нам покажет. В каком он состоянии через 4 года. Он нам показывает 82% заряда. Но это сейчас он в тепле отогрелся. Потому что я его принес с мотоцикла. Снял там на улице немножко холодно. Он показывал 64%. Нагрелся. Электролит стал более жидкий. Потому что чем выше температура, тем легче плещется электролит. И сразу показал 82%. Хотя я его не заряжал. От 64% поднялся на 82%. Вот вам и электролит повышенной плотности. Вот поэтому я говорю, что на морозах эти аккумуляторы дают чудеса. Так, ну и посмотрим, что он нам дает. Вот. 12,4 Вольта. А когда я принес, было 12,2. И показывает 100% жизни. Аккумулятору 4 года. 169 Ампер. При 120 допустимых. Ну, при стандартных 120 по паспорту дает 169. Ну, Эксайт аккумуляторы очень хорошие. Тут слова нету сказать против. И как видим, 4 года аккумулятору. И он у нас в прекраснейшем состоянии. Вот, что значит следить за IGM аккумуляторной батареей. А если за ней не следить, то вполне может так случиться, что вылезут ему глазки досрочно. Такие вот дела. Ну, и понятное дело, что IGM аккумуляторы, они гораздо дороже, чем другие. Это тоже их большой недостаток. Они очень дорогие. Но, честно говоря, если брать технологию гель, ущербную, и IGM, то я двумя руками за IGM. Потому что гель это еще хуже. Такие вот дела. Такие вот они, IGM аккумуляторы интересные. Надеюсь, вам это видео было интересно. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, все равно лайк. Потому что я очень жаден до этих самых лайков. И обязательно пишем мне в комментариях, кто чего думает по этому поводу. У кого какие есть вопросы по этому поводу, задавайте. В этом сезоне будем разбирать IGM аккумуляторы. Ну, и про заряд аккумуляторов типа IGM тоже поговорим в следующих видео. Там тоже очень интересная тема. Вот тут на этом на аккумуляторе написано заряжать 0,8 Ампер. А емкость этого аккумулятора, по-моему, 8 Ампер и есть. Значит, 10% они взяли на протяжении 5-10 часов. Притом интересная формулировка. 5-10 часов. Как понять? Фиг его знает. Но на самом деле тут все логично. Потому что это IGM аккумулятор. И тут со временем заряда не все так просто. А с повышенным напряжением, так вообще катастрофа. Такие дела. В общем, в следующих видео будем разбираться, как их заряжать. Ну, а сегодня такое видео. Всем пока.